МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в России отмечают День защитника Отечества петербуржцев. С праздником поздравили губернатора Александра Беглов и председателя Законодательного собрания Александр Бельский. Как подчеркнул глава города, Петербург был и остается центром оборонной промышленности и кузницей военных кадров. Дню защитника Отечества сегодня был посвящен полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости. Губернатор Александр Беглов сегодня встретился с участниками СВО и вручил им памятные знаки за участие в специальной военной операции от Благодарного Санкт-Петербурга. Глава города отметил, что эти награды – дань уважения героям. Хотел вас еще раз поздравить всех с праздником, Днем защитника Отечества. Это действительно наш всенародный праздник сегодня стал. И, как говорит наш президент, он объединяет абсолютно всех защитников Отечества. А вы являетесь продолжателями наших дедов, отцов. Мы не только жители Петербурга, но и жители Донецка, Мариуполя, да и всей Донецкой народной исполнительной, Луганской, Запорожье. Мы с вами все благодарны вам за то, что вы делаете. Поэтому присоединяюсь к этим словам и посвящаюсь вами. Любая награда для бойцов, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, это признание их заслуг. На сегодняшний день очень много ребят из Санкт-Петербурга, из Ленинградской области воюют на фронте, и они все заслуживают наград. Памятный знак за участие в специальной военной операции от Благодарного Санкт-Петербурга был учрежден постановлением губернатора 19 февраля этого года. Ручать его будут не только непосредственным участникам СВО, но и тем, кто оказывает содействие в проведении специальной военной операции. Сотрудникам оборонных предприятий, волонтерам и предпринимателям. После встречи с бойцами глава города приветствовал гостей концерта в одном строю БКЗ «Октябрьский». Концерт посвятили бойцам, которые сейчас сражаются на передовой. На сцене БКЗ выступили звезды российской эстрады, певица Афина, музыкант, автор и композитор Алексей Подубный с группой «Джанго», рок-группа «Декабрь», ансамбль песни и пляски Росгвардии и другие артисты. И сегодня же Александр Беглов поздравил с Днем защитника Отечества бойцов, которые лечатся в Военно-медицинской академии имени Кирова. Глава города вручил бойцам 10 памятных знаков за участие в специальной военной операции от Благодарного Санкт-Петербурга и добавил, что президент поставил задачу оказывать высокотехнологичную медпомощь всем ветеранам СВО. В Военно-медицинской академии для этого есть все условия. Масштабный культурно-патриотический фестиваль «Русские меняют мир» открылся в экспо-форуме «Ко дню защитника Отечества». Программа рассчитана на два дня. Сегодня гостям провели мастер-класс по наказанию первой медицинской помощи. Ну а в зоне беспилотных летательных аппаратов каждый мог постичь азы пилотирования и программирования полета, познакомиться с устройством беспилотника и моделями. Также подготовили и культурную программу. Итоги первого дня работы фестиваля у Александры Корневой. Собака прикрывает специалиста с тыла со спины. В готовности отразить набрание на специалиста. Эта собака не домашний любимец, а надежный напарник на службе. Прикроет, поможет в схватке с бандитом, найдет оружие и запрещенные вещества. Дрессировка четвероногих бойцов проходит в игровой форме, говорят кинологи. Пес должен понимать десятки команд и даже без слов. Приемы рукопашного боя и самообороны показали бойцы ОМОН. Броски, удары и захваты сразу предложили отработать и закрепить. А на мастер-классе по оказанию доврачебной помощи сотрудники Росгвардии учили делать сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровь и накладывать повязки. Все для этого есть в личной аптечке бойца. В аптечку индивидуальную также входит медплантовский турникет. С помощью него можно оперативно быстро остановить кровотечение, самостоятельно наложив его себе. Накладывается следующим образом. В зоне беспилотных летательных аппаратов каждый смог постичь азы пилотирования и программирования полета, познакомиться с устройством беспилотника. Например, со знаменитым дроном-камикадзе, который работает на нестандартных частотах, и это позволяет ему оставаться незамеченным для врагов. У нас представлен здесь симулятор, на котором происходит обучение пилота FPV. То есть это базовый навык, который приобретает оператор. Без этого навыка он не допускается до управления уже настоящим коптером. В среднем где-то требуется около 40 часов налета. На мастер-классе по авиамоделированию и парапланиризму ребят учили укладывать парашюты, собирать авиамодели, планировать на параплане. А на тренажерах можно было отработать действия в случае аварийной ситуации. Бежим на меня, бежим, бежим, бросай, 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 бросай. Подростки очень много желающих, распределяется по группам и получают первый навык управления летающим крылом, парапланом. А авиамодели у нас представлены резиномоторные, они получают первый опыт вообще работы с радиоаппаратурой. Поскольку это сейчас очень популярно, развито, но никто на самом деле мало имеет представления об этом. Как известно, культура – это мягкая сила, которая меняет мир к лучшему. И ей на фестивале уделено особое внимание. В галерее искусств разместились различные выставки. Их всех объединяет тема специальной военной операции, блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны. Александра Корнева, Алексей Золотенков, Анна Терещук, Андрей Соколов. Новости телеканал «Санкт-Петербург». В Ледовом дворце несколько часов назад завершился хоккейный турнир «Парни из стали». Организаторы не случайно выбрали такое название. На лед вышли ветераны боевых действий, а на трибунах семьи солдат и офицеров. В турнире участвовали четыре непрофессиональные команды, однако это был красивый, атакующий и, самое главное, результативный хоккей. В финале было заброшено шесть шайб. Это была игра достойных соперников. Львы, не вы, военные моряки из офицерской хоккейной лиги обыграли команду артиллеристов «Михайловские медведи 5-1». Почетный кубок и золотые медали хоккеистам обручил вице-губернатор Петербурга Борис Петровский и председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Мы в Петербурге научились праздновать по-настоящему значимые даты очень разнообразно. И всегда основные праздники празднуются какими-то большими спортивными турнирами. Я, конечно, очень благодарен организаторам за этот турнир, где приняли участие наши бойцы. В этом турнире приняла команда наших ребят, участников специальной военной операции, которые приехали оттуда для того, чтобы сыграть свою любимую игру. И это очень важно, потому что они получили заряд эмоций, бодрости. И вернуться назад расскажут своим товарищам, которые остались там, как мы их любим. Все, что было в памяти, все мы здесь сделали, показали, на что способны, ну, выложились на полную. Ну, а так как получилось, так получилось. Только хорошие воспоминания будут. Турнир «Парни из стали» прошел впервые. Организаторы планируют сделать его традиционным. Всероссийские соревнования по зимнему плаванию стартовал в Петербурге побороться за Кубок Большой Невы 2024. Приехали 440 спортсменов из 41 региона России, Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Швейцарии и Франции. С каждым годом число участников растет, а самому младшему – 12 лет, старшему – 81. Наиболее многочисленная команда из Владивостока – порядка 30 человек. Заплывы проходят на грибной базе «Стрела». В ледовом бассейне, выпиленном в 60-сантиметровом льду, шесть дорожек соревнуются на дистанциях от 25 до 200 метров вольным стилем, брасом и бутерфляем. Температура воды около плюс одного градуса. Для соревнований хорошо, что не замерзает вода прямо сейчас, потому что в прошлом году, когда было где-то минус 11, минус 15, прямо во время соревнований постоянно появляется корка льда, которую нужно убирать, и это дополнительные сложности создает пловцам. Для того, чтобы согреться, для пловцов работают мобильные бани и горячая купель. Соревнуются в трех дивизионах спортсмены, молодежи и любители. Такие были новости к этому часу. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин